Дает смок в окно Китчина. Ну а дальше сам в двери Маркет. Переселка была проиграна. Форестер забирает двоих. Еще и третьего. Подрожки закончились. Остается Эллен один на один. Форестер шикарно работает. Ему нужен эйс для победы в этом раунде. Форестер замечает соперника. И хэдшот есть! Форестер, что ты ставишь, Игореха? Ставлено просто на Глакова Мэка. Ретейк идет. Из-за электрика вышли двое. Спину проконтролили. Вп. И даже могут убивать диффузищего. Прострелом. Нет, добирает Фентукея. Будет, будет пушить похоже. Ой, как хорошо. Она прострел спамит Джейм. Нет, 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 нет. Можно зацепиться и Джейм убивает двоих. Господи, что? Приятно, конечно. Там все равно дожидаясь, когда смог это закончиться. Чоппер убивает первого. Убивает второго. Падает Трэвис. Падает Бумыч. Форестер занимает Апленд. Но тут Артфроз в спине. Пачка лежит в коврах. Господи, погибает Форестер. Но не без тела. От него убивает он Чоппера. Своя позиция. Никельбек. Один хп для него. Дек убивает Мэджикса. Ситуация один в два. Для Артфроста. По Артфрозу информация была. Залезает сейчас на тройку Дека. Никельбеку сейчас нужно будет как-то выходить из ковров. Дека. Ой-ой-ой. Убил пачку. Пачка упала если на балконе, то это ГГ. Нет, она упала вниз, потому что Никель смотрел вперед. Да господи, как они это делают. Понимая, что там нету арморов и ганов немного, минус Адис Бэланс. В спине уже находится Норви. Смотри, как посыпались. Вот я не понимаю. Класс. Средний остается один в три. Как он мастит. Минус два хорошие. И стэк от последнего. Эйс будет или нет? У меня ж панитор выключился. Это настолько было круто. Раз подставит, скорее всего. Тут видно было текстурку. Модельку. Ой-ой. К пачку принесли. И вообще все будет очень сложно для коллектива. А здравствуйте. Второй раз не получилось Владикой через этот бузд найти фраг. Был готов к этому Адис Бэланс. Два в четыре остается Аврора. Триди секунд на таймере. Без шансов для... Нир. Работа против Трэвиса случается достаточно успешной. Игорь Форестер и Деко остаются в живых. Погибает Стиникс. Ошибка! Игорь, что ты ставишь? Отдали преимущественно. Находились Форестер в два в четыре. Точнее, четыре в два. Форестер убивает еще из шалфея. По пачке есть информация. Триди подбирают 10 минут. Также палит местонахождение свое. Игрок в коннекторе. Форестер не ошибается. Сегодня в стрельбе это квадрокилл для Форестер. Вылетает ребята дальше. Мэджикс готовится под Карабасами возле Курятника. Принимает соперника. Форестер выходит. Мэджикс забирает только одного. Помогает Донг. Одным фрагом. Перед второго зажимает. И можно судьба доработать. За что, чтобы пройти? 23 секунды. Трэвис остается последним. Выживает. Донг сейчас с дефолтом ждет своих демейтов. Да как? Ну, знаешь, судя по его... Противника на точку. Ой-ой-ой. Дек убивает снайпера команды. Спирит. Зонтик уже падает на базу B. Откидывает для себя смок Дека. Зонтик может здесь установить пачку. Минимум деньги уже будут. В следующем раунде фейкует пачкой. Дек обмажет. Я секунду, Зонтик, забил Бумыча в китчине. Что? Это пока что гранатами не сильно удается. Но хорошо вроде бы удается ответить фрагами. Есть 2 кило, есть 3 кило. Но там ладно. Там изис баланс был красный. Не считается. Так, Глованг хочет пройти. Но времени слишком мало. Да и здоровья мало, тиммейтов нет. 13. Это не прямо уж сильно было ключевое. Потому что смог и Никель, и Бумыч разменяться на рампе. Так что это было для них супер выгодно. И падает Дека. 2 в 1. Нету смока на бомбу. Нету китов. Но есть хедшоты. 1 в 1 остается против Тревиса. Но... А киты, кстати. О боже мой. Это что такое? Это называется заливка. Кстати. Классно. Ну что ж. Билатик, браво. Дал 3 фрага. Билонг приняли шикарно. А, даже 4 фрага. Да, на 4. Подожди, стой. Это 4. Это Эйс. Со скаута. Вау. Эти, скорее всего, противостояние от команды Аврора. Это, конечно же, Джейм почти дает дабл. Роняет он Норвиг Кенси на моментальном размене. Флит не дает сразу же снимать бомбу. Понимает, что нету дефьюза. Дает минус 90. Пытается его телом прикрыть. Но это дабл для флита. Блин, смотри, как это правильно. У Авроры очень крутой сетап. Я, честно, даже не понимаю, как вот сейчас должны выходить на айпады для себя. А вот флешка от монстра есть. Какой-то Клак находит минус 1, минус 2. А по Лаке не было ИНП. А, Лаке просто 4-ых сносит. Очень долго стояли укрепления с уверенностью, что это будет все-таки эта точка. Есть два фрага от Гловинга. Браво! Очень хорошие два шота. Дилитис помогает ему. И очень важный дуэль. А вот это уже и минус 1 ДС. Остается последний шайн. 1 в 4. Нужно тащить нереальный клач за 6 секунд. Да, это нереально. А еще написано... Прежде всего проблемы, потому что Шалфей у нас проверяет прямую. Он уже очень глубоко проверил КТ. Да, и Эллиан проверяет для себя кейф. И сейчас 2 из 3 направления не для себя вычитают. И понимают, что... Ай-яй. А можно диффузить? Оу, и ХАЕшка еще под Леху. Но у Лехи 100 хп. Но у Лехи АВИК и минус. А, боже мой. Как они это проиграли? Держат с деглами, да, отходят. Из-под утилити. Не подставляясь под гранаты. О, хорошая флэш. Шалфей загрыз 1. О, но он загрыз красного. А, вот так, артфрост. 14 на 5 у нас снайпер команды спирит идет. Можно сказать... Большой стоит копейки. И скорость бега с ним тоже очень приятная. Лаки с юспа уносит флита. Здесь идет пуш-т спауна. Фейм уносит двоих в размен. Фейм видит еще и третьего. Работает по нему. Погибает латик. Юспик в руках. Минус четвертый. Фейм просто сейчас разруливает все в соло. Но остается последний Лаки, которому достался Мак-10. Но у него 46 кп. И он один. Витек с новой прической бежит здесь за феймом. Но как раз таки волосы не на... Перетягивается в КТ, что помогает своим тиммейтам. Понимает, что уже могли занять арку. Как раз таки занимается он тем, что ждет игроков, заходящих в нее. Но Eternal Fire сбивают темп. Пошел кол от мейджора на сплит базы B. Берет фраг для Шалфея. Ксантара заходит на него спиной. Шалфея. Два фрага. Мутит за столбами. Падает третий воксик. Бомба лежит. 26 секунд. Можно... Не успевает. 25 секунд. Боря контролит ситуацию. Прогоняет. Планта Элиана. Даже бомбу поставит. Да и в целом, теперь это не очень и легкая ситуация для команды Force. Смотри. Ошибка. Элиан с пистолетом убежал. Два. До свидания, команда Force. Брало. Его должен был слушать Джейм. И сейчас попробуй снайпер-команды Virtus.pro, да? Бесправо. Безправо. 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 вновь на хватит слава богу периода и там везде за его первое три места этот парень такой строгий достаточно видимой стремительной контроль . для команды аврора сносит норви на машине двух своих оппонентов именно фейма и джейма и сейчас игроки команды виртуз про вынуждены медленно пытаться с одними dual беретами ретейкать эту точку получает по голове также от норме у нас игрок в банке падает также холпа браво норви переигрывает crossfire стают есть утилить чтобы отрезать игрока на вилке прилетает мог смог в левую часть вилки падает бумаж ног справляется своей задачей убивает второго остается последним дека бомба уже сильно пикает для дека неплохой шанс принципе выиграет раунд в спину заходит через вилку не ждали этого его хорошо первый игрок плит включается получает по шапке хорошо трэвис два фрага 24 не в пользу для вп фейм убивает форестера она посыпали похоронил их ну подождите 2 в 2 ситуация есть киты у норберта и все будет зависеть от этой перестрелки трэвис уже есть два фрага для него также у фейма у них очень много информации 4 молотова было в пену хотели играть до конца контакта мне не хотели полить по себе информацию подожди еще есть шансов в петах как джейм с феймом выходит на базу убивает двух игроков коннектор отрезан смоками вынуждены сейчас в анвин один из ротироваться в девятку один в один один в один мп9 бумача они залили залили 24 гает после трех фрагов господи но не хотели сыграть вместе до дефолт плюсы на игры на этот овер налоговик играет агрессивно саша первый факт для него 2 3 бам 2 бам simple я люблю тебя продолжение напишите в чате мандерлог работе четвертый фраг ну хоть и капри а где пока никого не видит сейчас минус поддон своих соперников остается последний али джами и с одним минусом он от